В 2012 году сад выглядел вот так. Двухэтажное деревянное здание не соответствовало никаким требованиям безопасности и даже было признано аварийным. По предписанию пожарных его закрыли. Городские власти приняли решение о реконструкции и выделили 70 миллионов. Подрядчик строил сад три года и вот долгожданное открытие. Это единственный детский сад в поселке Кирзавод. Это единственный детский сад в шаговой доступности. Все дети, которые посещают детские сады Кирзавода, нужно сесть на маршрутку или сесть в автомобиль, доехать до площади Слава или другие концы нашего города. Это здорово, что наконец-то наши жители Кирзавода могут встать утром, прийти и ребенок будет посещать детский сад. Строители преобразили сад до неузнаваемости. В нем появился шикарный пищеблок с современным оборудованием. Всюду новая мебель, а в туалетах удобная для дошколят сантехника. Мэр Улан-Удэ назвал детей, которые попадут сюда, счастливчиками и всех поздравил с этим большим событием. Сегодня в этом садике есть все. Замечательная мебель, современный пищеблок, отличные спальни. Все то, что нужно для воспитания здорового поколения граждан Российской Федерации. Я всем желаю крепкого здоровья. Я уверен, что наши детишки, а также мамы, папы, бабушки, дедушки оценят этот детский садик. После торжественного перерезания красной ленты кирзовочане идут осматривать свой новый сад. Будущие постояльцы красной шапочки вынесли свой вердикт. У меня впечатление. Тут все красивые группы, стульчики с рисунками, красивая мебель и расклады, кровати. И мне нравится этот сад, я хочу тоже в него ходить. Сейчас заведующая набирает персонал. На работу надо принять шестерых педагогов. Идет и процедура комплектования детей. Они проходят медкомиссию. Но места еще есть. Поэтому, если вы живете на кирзоводе и хотите, чтобы ваш малыш ходил в красную шапочку, внесите изменения в электронную карточку своего ребенка с указанием МАДОУ номер 51 «Кирзовод». Заявления о внесении изменений принимаются в МФЦ и в дошкольном отделе Комитета по образованию Улан-Удэ. Анна Зуева, Алдар Дармаев, Новости дня.